Добрый день, интернет-магазин billiardmag.com, меня зовут Богдан и сегодня мы поговорим о инструментах для обработки наклеек, а именно о инструменте под названием Williards. Очень старый инструмент, многие его знают, многие пользуются, при том эта штука очень известна и завоевала любовь у поклонников и пула и русского бильярда. Очень удобная вещь, сейчас рассмотрим почему и как это работает. Эти Williards, вот такие Williards, вот такой конкретно, как вы видите, это оригинал, это сделано в США, есть аналоги китайские, но китайские аналоги, они просто, скажем так, подражают оригинальному Williards, но они не выполняют тех функций, которые должны выполнять. Williards чем хорош? Это Williards 415, он подходит для наших диаметров наклеек, то есть там 12-13 он хорошо подходит, есть немножко другой еще Williards, он делает немножко другую форму сферы, ну вот этот вот в голубой обертке, 415, как раз отличная вещь. Он, давайте, давайте не буду много говорить, давайте достанем, посмотрим, я его предварительно немножко спаковал, он на скрепках был. Значит, я просто для того, чтобы вы видели оригинальную упаковку, как он должен выглядеть, то есть вот это вот оригинал. Здесь есть инструкция о том, как этой штукой пользоваться, здесь в принципе все описано, здесь при желании вы можете почитать, ну это штатовский стандарт закругления сферы, так называемой 5 центов, то есть закругление сферы на наклейке, вот здесь вот этой сферы должно соответствовать закруглению 5 центовика. Ну 5 центов у нас сложно найти, поэтому здесь компания Williards все предусмотрела, но здесь по инструкции вы можете все посмотреть, здесь наглядно описано, почему сфера должна быть такой, как она должна выглядеть, как и влияет на сцепление с бильярдным шаром, то есть здесь это все написано, то есть как пользоваться дополнительными приспособлениями, все описано очень подробно. Расскажу кратко, без инструкции. Значит, открываем, вот так это выглядит, значит внутри нанесен металлический абразив, вот такой. Этот абразив, он предназначен для доводки сферы, то есть предварительно сферу, ну для того, чтобы приберечь этот инструмент, лучше сферу нанести предварительную вот таким триммером или какими-либо другими аналогами, а это уже финишная доводка, то есть после того, как вы сделали первичную сферу, вы доводите сферу до идеального, до идеальной формы, вы доводите вот этой штукой. Вот этим абразивом вы доводите сферу, ну это можно делать в процессе игры для, ну можно использовать в процессе игры для корректировки сферы, также при установке для корректировки сферы финишной, в процессе игры для поднятия ворса наклейки. И самое главное и наиболее важное, и эту штуку многие упускают, здесь очень хороший есть кондуктор для проверки закругления сферы, на него многие не обращают внимание, однако он очень важен, то есть вот эта вот штука, вот, если вы прикладываете и у вас сфера правильная, у вас не должно быть просвета, да, то есть у вас наклейка вот должна соответствовать вот этому закруглению сферы наклейки, и вы должны вот по кругу провернув, посмотреть наклейку на просвет, есть у вас просветы или нет, если просветов нет, то сфера готова и, ну это скажем так, по мнению большинства игроков такая сфера дает наиболее правильное сцепление с шаром. Конечно, я понимаю, что есть люди, у которых существуют свои предпочтения, у каждого свое мнение по поводу степени закругления, но это является наиболее таким, скажем так, усредненным стандартом закругления, вот эта штука очень важна. Вот так выглядит Виллерс, ну и очень важно, что он практически вечный, то есть со временем, когда изнашивается абразив, здесь в принципе можно его заменить на наждачный, они здесь по-разному комбинируют, делают, то есть в принципе штука практически вечная. Очень удобный инструмент, рекомендую, пользуйтесь. Вещь, ну, можно заменить, но реально, учитывая наличие кондуктора и достаточно качественного абразива, вещь очень классная. На этом все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните, пишите. Будем рады общению. Всегда при взаимном общении мы находим что-то новое. Надеюсь, мы вам тоже помогаем узнавать что-то новое. Поэтому всегда давайте будем на связи. Спасибо вам за внимание. Это был интернет-магазин billiardmag.com. Меня зовут Богдан. Всего доброго. До свидания.